27 января 1945 года дивизия Красной Армии, Советской Армии, под командованием генерала Петренко наткнулась на страшную вещь, на лагерь Освенцев. Это была тайна для всех. И решением Организации Объединенных Наций 27 января объявлен Всемирным Днем Памяти Жертв Холокоста. Слово «Холокост» переводится с греческого, как «все сожжения». Мы не имеем права разобрать то, что творилось в те годы, в годы войны. Холокост – это дым от сгорающих тел, это кто-то еще загореть не успел, это номер на правой руке, и Давида – звезда на плече. Холокост – это ужас, застывший в глазах, это матери в горьких слезах, это было больше полвека назад. И не стираясь со шрамы утра. Шесть миллионов исчезнувших за стен, как навсегда, Занученных, отравленных циклоном, Расстрелянных, подвешенных, сожженных. Шесть миллионов напрочь стертых лиц. Шесть миллионов отзвучало струк. А сколько не смешившихся открытий, талантов, Кто узнает их число? Шесть миллионов оборваны к нитии. Шесть миллионов сходов полигнов. Без аплодисментов, я думаю, вы это знаете, Это наша традиция в конце, когда мы спонем за здравыми, тогда пожалуйста. А сейчас мы будем зажигать свечи. Вернее, зажигать будут умники гетто. Приглашается семян судьбе. Судьбе было 12 лет. Они попытались эвакуироваться, но отступающая Красная Армия отобрала у них подводу, И они вынуждены были остаться в тяну у немцев. В гетто находилось до освобождения Красной Армии в 44-м году. Перемесла страшные, голод, холод, нищету. Приглашается Фрида Сибиридска. Он тоже малолетняя бозница гетто. Я хочу зажечь какую-то свечу в память о тех, Кто был заживо сожжен в газовых камерах, Кто был расстрелян, Кто погиб от голода, холода и побоев В память о тех, кого нет среди нас. Страшная судьба. Она разбирается в Виннице, на Украине. Кто знаком с историей войны, тот знает, Как стремительно немцы захватывали Украину. Не смогли эвакуироваться. И когда пришли немцы, начался массовый расстрел евреев. В апреле 42-го расстреляли мать. Затем был расстрелян брат. Осталась одна. Скиталась, ночевала в катакомбах, А то и просто на улице. Освободила ее из гетто. Красная армия в марте 44-го года. Сигал Ирина родилась в октябре 41-го года. То есть уже когда шла война, Ибалта, Одесская область, вскоре была оккупирована. В младенчестве пережила все области войны. Спасло то, что на юге Украины была румынская армия, Которая не так изверствовала. К сожалению, Ирина смогла снять лети из-за болезни. Но попросила брата Юрия зажечь за нее свечу. Но в Балтии их живым и закопали. Это было рядом с нами. Выбили всех и расстреливали. Кравец летает. Когда началась война, ему было всего один год. Находился в Рыбницком гетто с 41-го по 45-й год. То есть 4 года громешного ада. Я хочу присоединиться к тем, которые зажигали эти свечи. Как житель города Кишинева, у меня где-то погибло дедушка, две бабушки, отец, мать и 8-месячный братик. Многое еще адувироваться не как мне, а эти самые близкие мои. Я сейчас поминальную молитву прочту. Прочту ее на иврите. Многое еще адувироваться не как мне, а эти самые близкие мои. Многое еще адувироваться не как мне, а эти самые близкие мои. Спасибо. 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 Спасибо.